Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал Настоящее Время. В эфире программа Археология. В студии Сергей Медведев. Пришли за университетами. Политические репрессии лета 2019 года, холодного лета 2019 года, неожиданно, а может быть вполне ожидаемо, ударили по ведущим российским вузам. МФТИ, МГТУ имени Баумана, Высшая школа экономики. Их студенты были задержаны, арестованы. В Высшей школе экономики произведена выемка курсовых работ студента Егора Жукова. Неожиданно университеты оказываются в центре политической деятельности, политической активности. Может ли вообще университет оставаться вне политики? И возможно ли в современной России политическая и академическая автономия университета? Обсудим в сегодняшней программе. Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. Студенчество всегда было внушительной общественной силой. Исторически российские студенты выступали составной частью освободительного движения. Сам переход от защиты своих ущемленных прав и свобод до лозунгов и целей политического характера являлся, по сути, закономерностью студенческого протестного движения. Профессиональные революционеры нередко выходили именно из этой среды. Сегодня на слуху дело студента 4 курса Департамента политической науки Высшей школы экономики Егора Жукова, которого обвиняют в участии в предполагаемых массовых беспорядках 27 июля в центре Москвы. В ночь на 2 августа у студента прошли обыски, после чего Егора арестовали. Дело дошло уже до того, что сотрудники Следственного комитета провели выемку документов в Высшей школе экономики, изъяв курсовые работы и личное дело студента. В отличие от других социальных групп студенты обладают большей мобильностью, обостренным чувством справедливости, легко увлекаются различными идеологиями. Поэтому на сегодняшний день вопрос о том, какую линию должно занять студенчество в нынешнем политическом раскладе, весьма актуален. Могут ли в университете быть политические организации, митинги, партийная агитация и смогут ли вузы сохранить политический нейтралитет и академическую автономию? У нас в гостях сегодня Виктор Вахштайн, социолог, декан факультета социальных наук Московской Вестшколы социально-экономических наук. Здравствуйте. И Андрей Борисович Зубов, историк. Здрасте. Мне кажется, подтверждение максимума, если ты не занимаешься политикой, то политика займется с тобой. Сколько говорили представители ведущих университетов о политическом нейтралитете и вот в результате то, что получилось. Вот я думаю сейчас, если исторически посмотреть, как мы делаем в нашей программе археологической всегда университет, ведь мне кажется, это вообще одно из места рождения современной политики. Почему? Ну это одна из тех институций, в которых зарождалась гражданская автономия, в которых город себя опознавал и осознавал. Несмотря на весь академический нейтралитет, вместе с рынком, вместе с городом, вместе с различными гражданскими ассоциациями. Ну это, мягко говоря, легкая историческая натяжка, если говорить об истории университетов, потому что университет, во-первых, всегда противостоял городу и никакого отношения к городу не имел. Ну параллельно, я и одно из мест рождения современности. Мы сейчас можем сыпать огромным количеством политических высказываний и пытаться подобрать под них соответствующие исторические факты, чтобы придать им убедительности. Но тем не менее, это не отменяет того факта, что а, исторический университет не является местом рождения политики, а, б, фраза «если ты не занимаешься политикой, политика займется тобой» является идеологическим высказыванием, а не эмпирическим обсуждением. Точно таким же, как фраза «если ты не хочешь кормить свои войска, а будешь кормить чужие». И вот то, что сейчас происходит, Сергей, в том числе в том, как вы ставите проблему и предлагаете нам ее обсудить, я вижу куда большую проблему для содержательной дискуссии. Потому что в своем посте недавнем, когда вы писали о том, что «Вау, кажется, все-таки нужно провести различия между политической дискуссией и политической организацией. В университете должна быть политическая дискуссия, но не должна быть ячейка «Единой России». Давайте все-таки как-то попытаемся вывести университет из-под огня, особенно когда нам предлагают переписать всех наших студентов и занести их в колонку «революционер или лоялист». Но вот сейчас вы переходите к консолидирующим высказываниям, как это называется в риторике. Если ты не занимаешься политикой, политика займется тобой. «Исторический университет является местом рождения политики». Это смещение от рефлексивного, осмысляющего, пытающегося провести какие-то развлечения, разобраться в том, чем является университет сегодня. К консолидирующему мы под огнем репрессий в нынешней ситуации. Необходимо сплотить свои ряды. — Ну, это, ну, позвольте, сплотить ряды никто никто не призывает. — Да, под огнем репрессий говорили 30 секунд назад. Мне кажется, вот в этом, вот в консолидирующей риторике а-ля Первый канал, только с другой стороны баррикад, я вот сейчас не готов говорить. Если мы сейчас возвращаемся назад и начинаем разбираться с историей, там, в том числе, лезем в историю Ранкальского сейма, когда, собственно, была получена автономия университета как политическая автономия. Когда мы выясняем, как профессора Болонского университета во главе с юристом Эрнерием, собственно, и отвоевали эту политическую автономию университета. Это мы можем поговорить. Но только если мы в этот момент проводим жесткую границу. Вот здесь мы разбираемся с тем, что такое университет, как институция. А здесь призываем, соответственно, сыпем политическими высказываниями под видом аналитических. Дело в том, что сама, как бы, тема политических высказываний, она, эта повестка не нами, не здесь, не в этой студии придумана. Университет существует и самоопределяется по отношению к этим высказываниям. И, по крайней мере, то, что то количество заявлений, которое было от руководства и от сотрудников ведущих вузов, что мы находимся вне политики, а мы противоречит той ситуации, в которой университеты оказались в любом случае. Мне кажется, это, опять же, несколько сомнительное высказывание. Во-первых, потому что сейчас, таким образом, как всегда бывает в ситуации риторики консолидации, предлагается выбирать между двумя в разной степени ложными высказываниями. Первое, университет вне политики. Это, потому что сказать, что человек не млекопитающий. Второй тип высказываний, это то, что сегодня все политическое. Любое действие становится политическим. Любое высказывание становится политическим. Первое, это так же ложно, как сказать, что все есть млекопитающее. Вот между двумя этими ложными тезисами выбирать не приходится. Ну, как бы странно было бы, да? То есть, надо совсем мозг отключить. А во втором случае, потому что тогда у вас, в принципе, политическое – это синоним всего, что только возможно. И тогда у нас политическим является церковь, политическим является любое действие, включая сморкание на тротуар. Политическое тогда теряет вообще какую-то различительную способность и смысл. А в первом случае нет, конечно, попытаться сказать, что университет вне политики. Это было бы крайне странно, потому что университет – это институция. Институция, получившая свою автономию от других институций, благодаря политическому решению монарха. Институция, которая является, несомненно, частью большой политической машинерии. Границу, наверное, надо проводить не между университетом и политикой, а между наукой и политикой. Но до этого мы пойдем в Вебера и будем говорить совсем другие термины. Ну это да, я думаю, мы еще обсудим. А университет спасать бессмысленно. Пытаться его сейчас отмазать и сказать, что университет не политичен. Да нет, конечно, университет политичен по самой своей природе. Андрей Борисович, как вы скажете, вот ваш взгляд на нынешние дискуссии, и, по крайней мере, заявления многих коллег о том, что университет может оставаться вне политической дискуссии, вне политической организации, руководствуясь сугубо академическими нейтралитетами? Вы понимаете, университет как институция, на мой взгляд, конечно, может оставаться вне политики, и даже должен оставаться вне политики, но только совсем вне политики. То есть его задача, на мой взгляд, просто учить людей выбранным ими курсом, историческим, политическим и так далее. Но, естественно, его студенты, его преподаватели, они могут оставаться вне политики, а могут не оставаться вне политики. Это их полное гражданское право. И в этом смысле я, например, когда преподавал МГИМО, я понимал, что когда я читаю лекцию или веду семинар, я не могу агитировать за свои политические, именно политические взгляды. Я рассказывал о политических взглядах других людей, пытался подготовить студентов к свободному мышлению. Но когда мы с моими друзьями-студентами встречались даже на кафедре за чашкой чая, я чувствовал себя уже свободно, и они меня спрашивали, вот почему вы, скажем, противник путинского решения. Я им объяснял, потому-то, потому-то, потому-то. Но это совершенно не значит, что вы должны быть противниками. То есть, в вашем взгляд, мы спорили, обсуждали и так далее. Опять же, у меня была совершенно очевидная личная коллизия, когда я не как профессор МГИМО, а как гражданин написал в ведомости статью о том, что аннексия Крыма – это безумие, которое приведет к таким-то и таким-то негативным последствиям для России, к чему оно, собственно, и привело. И после этого меня исключили из МГИМО, сказав лично. То есть, формально там были совершенно глупые статьи о нарушении преподавательской этики и так далее. Это ко мне не имело отношения. Но формально я бы сказал, что ты нарушил корпоративную этику института. Корпоративный этик институт всегда говорит «да» российской внешней политике. Но МГИМО в этом смысле отличается от прочих университетов, что это как бы не общественное благо, а это какое-то клубное благо, это корпоративный университет. Нет, конечно, нет. Любой университет, если он живет на деньги налогоплательщиков, МГИМО живет, в общем-то, на деньги налогоплательщиков, это институция, которая подчиняется общим законам и конституции. И в этом смысле, разумеется, общие правила сохраняются. На лекции я учу тем знаниям, за которые мне университет платит деньги, на которые я согласился, за чего я подписывал контракт. А помимо этого я свободный гражданин, и мои студенты такие же свободные граждане, с которыми я могу вступать свободно в гражданские отношения, в том числе и в отношения политического дискурса. Так что я думаю, что университет, как институция вне политики, и поэтому, скажем, та же Единая Россия, та же президентская администрация, не могут требовать, чтобы агитация за это проводилась в университете. А с другой стороны, университетские люди такие же люди, как и все, и они в политике. Но, по сути, и вот это первый вопрос, который вы задали Виктору Семеновичу, о том, что университет всегда был. Ну, в одном смысле я вот все-таки скажу жестче, чем Виктор Семенович. Ну, конечно, университет собирал сильнейших, умнейших людей, как правило. Старался, по крайней мере, это сделать. Уже быстро, рано. Уже в 1200 году Парижский университет, когда был создан, собирал действительно замечательно. Там с Болонией немножко сложнее, но уже потом с Сарагоса и так далее. Так что эти университеты были с квинтэссенцией, опять же, средневековое слово, той самой средневековой мудрости. И, конечно же, они так или иначе реагировали на тогдашний политический процесс, скажем, отношения папы и императора, отношения городской автономии и прав феодала и так далее, и так далее. И реагировали самым глубоким образом. И, собственно говоря, то же самое продолжается и сейчас. Университет — это собрание самых образованных, культурных и умных людей страны, которые учат и которые учатся. Ожидать, что они останутся как граждане вне политики или что их удастся запугать, нет. Не удавалось никогда и не удастся. Даже при Сталине в университетах наших российских возникали ячейки, ну пусть сейчас наивного, там, социалистического, но свобода мысли. Даже тогда, даже после войны. Вот, этих ребят несчастных и сажали, и на многие годы ломали им жизнь. Но это было даже тогда. Не, но если вспомнить тоже, собственно, ту роль, которую университеты играли в поздних стадиях Российской империи, распада Российской империи, вот, скажем, в 1905 году. В 1901, там, в статочке, 1991-1901 года. Еще, собственно, революция 5-го года началась в университетах. Академический союз уже в 1905 году был. Это да, но в 1905 году начались, то есть вы помните, что это, значит, начались волнения студентов. После этого Боголепов издает, министр просвещения издает постановление о том, что студентов, которые участвуют в несанкционированных митингах, говоря современным языком, сдавать в солдаты, что вдвойне глупо. С одной стороны, ну, саму по себе отдавать в не очереди в солдат, а с другой стороны, служение отечеству становится наказанием. Это вторая глупость, да? Вот, в ответ на это студенты, во-первых, устраивают уже массовые стачки, а, во-вторых, убивают, отнюдь я не призываю к индивидуальному террору, но тогда это произошло, убивают министра Боголепова. И вот с этого начинается маховик университетской политической деятельности, знаменитая стачка, ну, не стачка, а митинг несанкционирован тоже около Казанского собора в Санкт-Петербурге, когда хватали всех, так же, как сейчас, и случайных прохожих, и студентов, и высших преподавателей, и журналистов, которые пришли все это фиксировать, в том числе иностранных, но в итоге все кончилось пятым годом, и, кстати говоря, в сентябре пятого года, когда обсуждали первый конституционный план, Бурыгинскую конституцию, в кавычках, тогда ведь ее обсуждали в университетах, пользуясь тем, что университеты уже получили университетские свободы, и на их территорию не могли зайти чины полиции, а в университетах фактически собирались эволюционные сходки, что, в общем, на самом деле, конечно, недопустимо. Но именно это произошло, и именно это через месяц-полтора привело к падению абсолютизма и к созданию конституционной монархии. Ну, и можно вспомнить еще, мне кажется, в 2011, по-моему, году 130 профессоров Московского университета в качестве протеста против студентов, выше, там, Вернадский, Тимирязев были. Ну, то есть, тоже такой важный эпизод, который можно... Просто надо провести очень четкую границу между тем, что мы говорим про университет как конституцию, и университет как конституция, он может пытаться быть вне политики, или, наоборот, может провозглашать свою политическую кредо. Но это вопрос действия университета как коллективного агента. Скажем, когда мы делали исследование университет в политике и политика в университете, мы как раз пытались выделить эти две оси политизации. Первая — это внутренняя университетская политика. Можете ли вы зайти к декану без предупреждения? Кто к кому может позвонить, записаться на прием или просто зайти? Вступают ли молодые профессора в коалиции со студентами против более старшего поколения профессоров? То есть, иными словами, да, существуют ли открытые выборы? Скажем, когда я читал лекции в университете Рома Трэ в итальянском, там две анархистские партии конкурировали за право войти в совет университета, студенческая анархистская партия и преподавательская анархистская партия. А с другой стороны, есть внешнеполитическая ось, то есть университет как коллективный агент, который входит с «Единой России» в альянс, ректор начинает избираться по партийным спискам, а «Единая Россия» строит бассейн. И вот когда мы смотрим на эти две оси политики, то мы видим, что чем больше университет включен во внешнеполитические коалиции и конфликты, тем меньше политики внутри него. И наоборот, чем больше политического внутри университета, политического именно в этом отношении — коалиции, конфликтов, столкновений, ресурсов и так далее, тем менее он привлекателен, этот университет, в качестве такого рода коллективного политического агента. Но при всей этой политизации, не имея возможности сказать, что университет — это такая святая институция, как церковь, она не должна входить ни в какие политические условия, мы не можем предписывать университету, во что он должен входить или нет. Но при этом есть другая граница, куда более жесткая, это граница между наукой и политикой. Вот, собственно, тут мы переходим на вторую часть спектра, ко всем этим прекрасным людям, которые сегодня запланили Facebook, включая ваш, с комментариями в духе, в современных условиях, нейтралитет — это высшая форма политической позиции, предательства такого, статьям в духе предательства преподов. И вот это все чудовищные риторики, это ощущение, что у всех моих коллег просто поехали абсолютно морально-когнитивные настройки за последнее время. Никто не вылил столько грязи друг на друга, как профессора университетов просто, да, то есть обвинения в лоялизме сыпятся по обе стороны баррикад, страшно, правда, заходить сами в сети. Но вот если мы движемся туда, то нет, граница между политикой и наукой очень жестка, это граница между двумя разными модусами действия. Потому что политическое действие — это действие, направленное на изменение или сохранение существующего положения дел. Исследовательское, академическое — не в значении институции академической, а в значении научного действия. Это действие по поиску истины с стремлением понять, как устроен мир и разобраться в этом. Поэтому если вы, как ученые, изучаете политику в университете, то не для того, чтобы сделать университет лучше, не для того, чтобы вернуть туда политические взаимодействия, а чтобы понять, как они связаны между собой. Поэтому я не буду защищать университет. Бесполезно проводить границу внутри него, как это делаете, например, вы в своем посте, говоря о том, что до политической дискуссии нет политической организации. Университет изначально политичен. Не в том значении, что там политика родилась, она раньше родилась гораздо, и родила университет, наоборот. А как раз граница между наукой и политикой, это то, что сегодня требует очень серьезной защиты. Отстаивание суверенитета научного познания в мире, где половину ученых предпочли занять гражданскую позицию, а не исследовательство. В общественной науке возможно ли провести? Да, возможно. Можно ли, сказать, избавиться от 11-го тезиса о Фейербахе? Господи. Да, у нас великий социолог Карл Маркс, видимо. Невозможно, а необходимо. Слишком много философов думали, что изменяют мир, пора уже наконец его понять. Поэтому общественные науки являются науками ровно настолько, насколько следуют базовому тезису неангажированного, неполитического познания этого мира и поиска истины. Здесь, мне кажется, вот в этой дискуссии, вспоминая эту дискуссию, Виталий Куренов вспоминал, что есть контекст обоснования и контекст убеждения. Виталий Куренов в этот момент заметили, насколько вот эта фраза Алексея Навального о том, что пора переписать всех наших студентов и их либо к лоялистам отнести, либо к революционерам, насколько она вдруг неожиданно стимулировала рефлексию университетских профессоров. Они сразу такие, типа, вау, подождите, даже если они уже давно на фонарном столбе фотографируют собственных студентов на митингах, начинают задумываться, наверное, надо все-таки как-то по-другому провести эту границу. Может быть, сделать как вы и отделить дискуссию от организации. Можно сделать как Виталий и отделить реализм от нормативизма. И серия, да-да, мы тоже придерживаемся идеи автономии, но мы должны действовать как реалисты, потому что понятно, что вот этот тезис свободы научного поиска, это же слишком не аккантианская штука, она очень нормативная сама по себе. Но в современных политических условиях и дальше следует некоторое развитие реалистского тезиса в духе реал-политик, реал-висеншан. Но тоже не очень удачный, на мой взгляд, ход, потому что он предполагает, что мы действуем от обстоятельств, что мы в этот момент позволяем себе произнести, например, такую фразу, что, например, конечно, в норме ученый должен оставаться неангажированным исследователем этого мира и неангажированным преподавателем, но в нынешних политических обстоятельствах нам не оставляют выбора, и мы должны прийти в аудиторию и проповедовать. Ну, таких людей нужно, конечно, увольнять. — Говорит, да, декан факультета социальных наук. Андрей Борисович, вот на ваш взгляд, вот в этой веберовской, поствеберовской дискуссии, возможно ли в социальных науках беспристрастное нейтральное академическое исследование? — Вы знаете, сам, да. — Особенно, скажем, в контексте нынешнего, ну, не знаю, контекста, ну, взять историческое начало Второй мировой войны. Вот сейчас обсуждается, вот сейчас и в эти дни юбилей, да, пакт Молотова-Риббентропа, да, статья Мединского. Вот уже, так сказать, это считается триумфом российской дипломатии. Вот, скажем, я не знаю, вот здесь возможно ли как бы ценностно-нейтральное обсуждение пакта Молотова-Риббентропа? — Ну, во-первых, здесь есть два момента. Во-первых, сам Вебер показал на своем личном примере, своей личностью, что и Вебер-ученый, и Вебер-политик, а он был тем и тем, как известно, даже одно время был лидером маленькой политической партии, но неудачный. — Национальный демократический партий. — Да, неудачный. Нет, он свою создал даже. — Да, отряд. — Вот. Что это вещи и совместимые, и несовместимые. Их совмещает личность, но их не совмещают статусы. Вот мы говорим сейчас на таком хорошем языке, вот, статус ученого не приемлет политизации. Статус политика, конечно, приемлет ученость, но как средство для политической реализации. Поэтому внутри одного и того человека его научные занятия могут его привести к убеждению, что эти занятия надо в какой-то цель переводить в практическую плоскость. Но он, как ученый, не должен при этом менять свои выводы в угоду политике. Вот и все. Но все, что он наработал как ученый, помогает ему сделать правильные, ну, или, наоборот, ошибочные ходы в политике. — Ошибочно, как в случае, самим Вебером. — Ну, да, 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 как бедный Вебер, собственно, и познал на своей собственной шкуре. Но не потому, что он пошел в политику, а потому, что он просто ошибся, как очень многие люди ошибаются в политике. И ученые, и менее ученые. Что касается исторического процесса, что мне очень близко, сам я историк, то здесь, вы понимаете, безоценочной истории нет. Потому что история всегда предполагает некоторую систему базовых ценностей, которыми она объясняет мотивацию человеческой деятельности в принципе. Ну, скажем, что во главу угла ставят? Вот, ну, гигианская модель ставила государство во главу угла. Или там романтическая, шелегианская, фихта, нацию во главу угла. А персоналисты, что мне не скрою намного ближе, ставили человека во главу угла, достоинство, свободу человека. И нация, и государство, и все есть лишь средство для помощи человеку в осуществлении его свободы и достоинства. Или помеха. В зависимости от того, некоторые ставят, скажем, экономический успех, экономическое благосостояние государства, нации, даже уровень жизни людей. Вот, то есть, есть разные, могут быть, критерии. И вот того, какой ты критерий поставил, ты таким образом оцениваешь те или иные результаты исторического процесса. Я думаю, что существует некая ценностная платформа уже, с которой... Она неизбежна. Это отличает гуманитарные науки от наук естественных и точных. От точных наук. И точных. Это неизбежно, потому что гуманитарные науки – это науки о человеке. Человек – это не только общественное животное, как говорил Аристотель. Это все-таки, в первую очередь, homo sapiens. Это мыслящая личность. И отсюда мы не можем этот момент мыслящей личности исключить. Поэтому всегда это присутствует. Программа «Археология» на волнах «Радио Свобода» в эфире «Настоящего времени» обсуждаем университетскую политизацию, университетский нейтралитет, академические свободы и дело, московское дело, дело Егора Жукова и то, как неожиданно московские студенты оказались втянуты в самую гущу политического процесса. Об этом же рассуждает Митя Поротиков, представитель студенческого профсоюза «Комьюнити» и оргкомитета акции «Свободу студентам, свободу университетам». В сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. Сейчас на фоне последнего дела 212, в котором четверо студентов признаны под следствием, я думаю, что эта политизация как раз уже возникла сама по себе. Предпосылки к ней, конечно, были и раньше. В таких вузах, как Высшая школа экономики, были проблемы у студентов, связанные с тем, что администрация их не слышит. И поскольку вуз считается либеральным, хотя в какой-то степени это миф, студенты действительно пытались не допустить блокирующих оценок, которые ставили их под угрозу вылета из вузов. Студенты поднимали тему, например, необходимости психологической помощи. И вуз, кстати, откликнулся на эту тему. И все это – это части политики, части того, что называется противостоянием интересов в публичном поле. Конечно, университет – это место, где молодые люди и девушки вообще учатся оценивать тот мир, в котором они оказались, ту обстановку, в которой им придется потом работать, жить. И очевидно, что социальные условия, в том числе, толкают студентов к тому, чтобы переосмыслить вообще свое отношение к жизни. Что сейчас сильно меняется структура труда, например. И когда студенты выходят после университета на этот самый рынок труда, они понимают, что им доступны либо какие-то очень низкооплачиваемые, прикарные работы, либо им нужно будет решать несколько лет на стажировках. И все это вместе, с учетом, конечно, абсолютно недемократичного стиля поведения, как администрации университетов, так и, допустим, властей и в Москве, и в России в целом, студенты начинают задумываться, каким образом это изменить. Поскольку вуз и университет, его невозможно, в принципе, представить без студентов. Конечно же, студент — это актор политики внутри университета. Пока непризнаваемый. Но я думаю, что это связано с тем, что были забыты некоторые традиции студенческой борьбы. В России всего, в общем-то, 20 лет назад, в 1998 году, студенческие протесты заставили уйти в отставку министра образования, когда он предложил реформу по очень серьезной коммерциализации, по введению кредитов на обучение, вплоть до того, что студенты должны были бы платить даже за пользование библиотеками и компьютерными классами. И тогда несколько месяцев борьбы, в том числе на улицах, по сути, откатили эту реформу. Я сам получил образование именно благодаря той борьбе студентов 1998 года, потому что у меня была возможность получить бесплатное образование. Это очень важно. Сейчас количество бесплатных мест остается на одном уровне уже несколько лет, но очень резко растет количество уплатных, например. И вся эта коммерциализация, она в том числе влияет на у студентов... Вот самый лучший вообще пример коммерциализации образования – это история с СПБГУ, где сейчас пытаются закрыть все направления, все курсы, на которые не набирается больше 10 человек. То есть фактически это означает сокращение преподавателей, это просто сокращение бюджета, которые приводят к тому, что тех самых штучных специалистов, которые изучают курсы достаточно уникальные, у лучших специалистов уже существующих, фактически наша страна их лишится. Именно из-за того, что ведется ценно-направленная политика сокращения расходов. И все это вместе, естественно, толкает людей к тому, чтобы организовываться на местах и действовать. Инициативные группы возникли буквально быстрее, чем щелчок в пальцах, как только возникло это дело. Дмитрий Поротиков в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. Виктор, вот я вспоминаю то, что вы сказали, ваше интересное очень исследование. Кстати, вот, по-моему, даже у Элмберта Эка тоже он говорил о двух треках вот этой университетской политики. Вот вы сказали, очень интересно, что здесь такая обратная зависимость. Чем больше внутри университетской политики, тем меньше внешнее давление. Почему она работает и в европейских университетах тоже? Мой любимый пример это профессор экономики диктатор Салазар, который каждый год приезжал в родной университет Каимбры и подписывал отправление академического отпуска на один год у ректора своего университета, уже будучи полноправным диктатором. Там мы видели тотальную нейтрализацию внутренней политики в университете, очень сильную спайку между диктаторской машиной власти и университетской машиной образования. А в России сегодняшней возможна ли реальная университетская автономия? Уточню с крупным университетом. Потому что если говорить, скажем, о вашем вузе или о европейском университете, все-таки, мне кажется, это достаточно частная история. Да, просто нужно отказываться от российской аккредитации и заниматься образованием. Нет, серьезно, если так ставить вопрос, то он уже как бы с подвохом. Потому что вы исходите из допущения, что автономия университета, она какая-то экзистенциальная. То есть данная императором Барбароссой и сохраненная до сих пор. Просто надо прояснять, что мы имеем в виду под автономией. Если мы говорим о том, что университет, неважно, он большой или маленький, государственный или частный, уже встроен в некоторую систему сдержек и противовесов, как минимум, с локальными политическими силами. Но в случае с московскими сильными вузами, это, конечно, федеральными политическими силами. Если в нем уже существуют механизмы, которые предполагают какое-то взаимодействие и согласование интересов между тремя крупными игроками, студентами, профессорами и администрацией, то он уже политичен по природе своей. И его автономия, это, по сути, автономия одной политики от другой политики. Вот и все. Но, опять же, это не означает другого того, о чем говорил Андрей Порисович, в частности. О том, что отсутствие, скажем так, изначальная, исконная политичность университета не означает, что в нем должны с неизбежностью нарушаться базовые принципы, например, академической и исследовательской этики. То, что университет изначально предполагает политические модели согласования интересов, то, что он политичен дважды, и извне, и изнутри, в этот момент вовсе не означает, что профессура, которая там сейчас находится, и у которой поехали на стройки еще сильнее, чем у их студентов в данный конкретный момент, должна, значит, побросать, забыть про свою клятву Гиппократа. У любой профессии есть такая клятва. Врачебная в данном случае является просто наиболее яркий пример. Представьте на секунду, что в медицинском вузе вас, вместо того, чтобы учить делать операции, будут учить бороться с режимом. Представьте на секунду, что врач в этот момент остается политически ангажированным субъектом в момент проведения операции. Сходя из своих взглядов, решает, кому жить и кому нет. Вот когда мы в следующий раз начинаем говорить о том, что все есть политическое, действие врача — это политическое действие, невозможна автономия операционной в мире, где ничего не автономно, вот мы просто вспомните на секунду о том, как должна это трансформироваться медицинская профессия, если вы говорите о такой же трансформации академической профессии. Вы все подводите под общий знаменатель. Все типы знания, все дискурсы, все типы... Наоборот, я как раз пытаюсь бороться с политическим фундаментализмом. Политический фундаментализм — это то, что, например, транслируете вы иногда. Политический фундаментализм, да, то есть ведь религиозный фундаменталист, он же борется не просто за то, чтобы доказать, что его религия — единственное правильное. Он борется, прежде всего, со всем секулярным и вне религиозным миром. Он не признает возможность того, что религия — это лишь одно из пространств. То есть также и политический фундаменталист, он глубоко убежден, что есть только одно подлинное поле — это поле политики. И ничего не может быть внеполитическим. Вот с политическим фундаментализмом, да, конечно, я борюсь. Фуко — вы политический фундаменталист? В этот момент есть два волшебных слова, которые позволяют почувствовать свою правоту. Это слова Фуко и Бурдьо. Но если их читать, читать, не поднимать хоругвих с их портретами, а читать то, что они пишут, то, конечно, не Фуко и не Бурдионе являются политическими фундаменталистами, в отличие от тех, кто размахивает их именами и книгами. Если клятву Гиппократа у врачей, то тогда у социальных наук что и должно быть? Клятва Вебера? Я предпочитаю называть это клятвой Вебера. Клятву Вебера. Ну вот, с точки зрения того, что вы говорили, может быть, даже и опираясь на ваш опыт с МГИМО, в России возможно ли автономия преподавателя? В современной нынешней России независимая преподавательская... Во-первых, я, опять же, исхожу не из общей теории, а из своего даже опыта, опыта своего преподавательского. Очень долго. Когда я поступил в МГИМО, очень долго, почти до конца, я пользовался абсолютной внутренней автономией. То есть мне доверяли студентов. Меня приняли в университет, предполагая, что... Ну, я хороший специалист, наверное. И мне доверяли работу со студентами. Что касается меня, как я считал это, нужным. Работа была многоплановая. Это была не только, естественно, кафедральная работа. Это были и чаепитие после лекций, и поездки за город с осмотра памятников архитектуры, и поездки в скаутские лагеря и так далее. Это была большая работа с молодежью. И она вполне понятна, она была не за деньги уже университета, частично. Но о чем я хотел сказать? Понимаете, преподаватель сам должен очень ясно чувствовать пределы и грани. Вот это действительно... Можно сказать, что это клятву Вебера, но Вебера сам ее просто не исполнил. Поэтому я бы не стал бы это называть клятвой Вебера. Исполнил просто по-другому. Ну да, просто по-другому. Он дал две и им следовал поочередно. Да, да, вот. А я считаю, что на самом деле... Я не хочу апеллировать к какому-то авторитету, в голову так сходу не приходит. На самом деле преподаватель должен очень ясно чувствовать, что ему даны детские, молодые умы, которые будут совершенно разными. Они все не будут кальками с него. Вообще любой опытный педагог прекрасно знает, что он не должен отштамповать свои подобия. А он должен раскрыть потенции каждого человека. Они все разные. И политические позиции тоже разные. И ценности политические тоже разные. Помочь их открыть и углубить. Или, как говорил Михаил Сергеевич, углубить и развить. Вот. Вот помочь все это сделать. Вот в этом наша задача. А уж те, кто интересуется твоими религиозными взглядами, политическими взглядами, а таких было полно. Понимаете, например, я читал очень характерный курс истории религиозных идей. Где было с точки зрения... Очень популярно, должен сказать. Многие студенты других вузов мне о нем рассказывали, стремились к вам попасть. Но с точки зрения, скажем, многих людей из московской патриархии, должна была быть пропаганда православия. Ничего этого не было. Я сам верующий православный человек. Но ничего этого не было. И ко мне говорили студенты, что вы рассказываете... После коллекции по индуизму, они говорили, вы не индуист, случайно. Когда и вы не иудаист, вы не мусульманин. А там ходили ко мне мусульманские мальчики и девочки. И они говорили, вот послушайте, вот именно так вот должен мусульманин учить религию. То есть, эта задача показать материал с максимальной любовью к нему. Потому что это же гуманитарное дело. Мы можем не любить, и очень странно, любить, скажем, скорость ускорения свободного падения. А понимаете, все, что человеком, естественно, требует любви. Но любить любое проявление человеческое, даже если оно тебе не очень симпатично, ну, как скажем, человеческое жертвоприношение у ацтеков, объяснить их, показать их, почему это, показать внутреннюю логику, почему к этому пришел религиозный процесс. А вне этого ты свободен, тебе говорят, а вот вы, как верующий православный человек, вот вы скажите, вот там вот, почему вы ходите в церковь, почему вы выбрали церковь, там, скажем, а не мечеть. Вот тут уже я объясняю мою личную позицию. Личную позицию. Вот эти две вещи, надо всегда чувствовать эту меру. Понимаете, у нас ее очень часто не чувствуют по той простой причине, что, конечно, в советское время высшая школа была крайне идеологизирована. И как раз те профессора, которые не хотели этой идеологизации, они мучились, как-то пытались от нее уйти, но до конца уйти не могли. И это просто в кровь и плоть нашей педагогической системы вошло. Вот с этим мне приходилось внутренне преодолевать и выдавливать из себя советского индоктринатора по капу. Понимаете? Университеты и политика в сегодняшней археологии обсуждаем с Виктором Вахштейном, Андреем Зубовым. И о деле Егора Жукова, о его перспективах и о том, как оно влияет на политизацию российского студенчества, говорит глава его штаба Евгений Овчаров и студенты высшей школы экономики. В сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. Фигура Егора Жукова из-за его каналов, из-за его группы ВКонтакте, из-за его YouTube-каналов, в первую очередь, крайне успешно, 100 тысяч подписчиков еще и до митингов, это самая, наверное, удобная фигура для московской мэрии, если она еще курирует эту ситуацию, или для силовиков с позиции устрашения. Если мы сейчас считаем то, что это происходит исключительно для устрашения, и, наверное, это может стать правдой, учитывая дела по отрешению религийских прав, потому что родители с детьми явно не представляют общественные опасности, то, наверное, человек с крайне оппозиционными взглядами и жесткими формировками, которым является Егор, он действительно является самой удобной фигурой, устранением которой можно напугать большое число людей. Есть забавный казус, известный на Солнце ВКонтакте, его последнее видео перед задержанием, это видео, где он заканчивал, собственно, свою речь тем, что скоро, скорее всего, за ним скоро придут. Вот, это такая ирония судьбы, к сожалению. Егор, ну, безусловно, знал, на что шел, он, собственно, и это говорит, говорил в своей заключительной речи на деле по апелляции 15-го числа, да, то, что он готов просидеть даже 8 лет, да, но Россия будет свободной. То есть он, ну, в целом, я, насколько понимал, он знал, на что шел, однако, ну, абсурдность этого дела, как бы, нисколько, наверное, не умаляет. Почему задержали Егора, догадок много. Может быть, потому, что у него есть канал, и выпускал он за несколько часов до его ареста, выпускал видео, которое было довольно провокационное, на самом деле, по содержанию, ну, в смысле, о тех людей, которые за ним могли следить. Я так подозреваю, что те сливы, которые они делают, там, кремлевская прачка и так далее, несколько телеграм-каналов, они, скорее, говорят о том, что Егор был в разработке. То есть за ним следили, его снимали с разных камер, с близи, с очень большого расстояния. Он был в некоторой разработке. Возможно, я подозреваю, что именно из-за его деятельности, из-за того, что он учился в вышке, и именно поэтому сейчас вокруг него сложилась такая компания. 212-я – это просто очень удобная статья, под которую можно, ну, в данной ситуации подогнать как можно больше людей. И так как сейчас, видимо, нынешняя власть поняла, что никого не впечатляют штрафы и посадки по административным статьям, то единственное, что может людей напугать – это уголовка. Я не думаю, что это жертва. Есть мнение, в принципе, я его разделяю, что Егор подозревал, что к нему могут прийти. В принципе, находясь внутри этой компании, мы все регулярно разделяем это мнение. За каждым из нас в любой момент могут прийти. Поэтому я думаю, что он думал об этом, и ему предлагали потихонечку как-то там либо сворачиваться, либо держаться подальше хотя бы от места, где он проживал, от квартиры просто. Но когда ты ведешь канал, у которого 100 тысяч подписчиков, и ты явно оппозиционно, и явно тебя люди смотрят, понятное дело, что ты под клопаком, ты на карандаше, много всяких можно придумать ассоциаций, поэтому он подозревал, что такое может произойти. Возможно, он эту мысль как-то отгонял, как назойливую муху, и поэтому не предусмотрел, что нужно бы не находиться хотя бы в ближайшие пару дней после первых арестов, не нужно находиться дома. Но я знаю, что он общался со своим коллегой и уточнял, как правильно делать какие-то основы информационной безопасности, что с телефоном нужно сделать, что с компьютером, чтобы потом твои файлы никакие не вскрылись. Ну, вы знаете, с одной стороны, чужая душа потемки, конечно, и я не могу быть на 100% уверен, как он считал. Но мне кажется, мне кажется, что у любого человека всегда есть желание, может быть, отложить какие-то плохие мысли о том, что что-то может случиться. Даже если ты сам про себя 100% понимаешь, что вот все, я сейчас вот делаю нечто такое, что я считаю правильным, но со мной сделают что-то плохое за это. Все равно какая-то часть внутреннего сознания пытается надеяться, да нет, так-то так не произойдет. И я думаю, здесь не бывает какого-то однозначного решения. Оно бывает у фанатиков. Какие-нибудь фанатики, я не могу сказать, я сейчас сделаю что-то, и мне плевать, что будет дальше. Трусы там, наоборот, скажут, что нет, вот есть вероятность чего-то плохого, я ни за что никогда. Настоящий живой человек, которым является, безусловно, Егор, он точно не фанатик, которым являюсь я и многие активисты, всегда есть какой-то дуализм. Ты отчасти боишься, отчасти все-таки хочешь сделать что-то правильное. И в этом и есть что-то слишком человеческое. Когда ты отдаешь себе отчет в рисках и пытаешься все равно как-то совершить какой-то поступок. Евгений Овчаров и студенты Высшей школы экономики в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. Ну, действительно, дело Егора Жукова стало ключевым, рубежным и с некой точкой сборки, точкой мобилизации московского, да и шире российского студенчества. 30-го числа, как я понимаю, несанкционированную акцию. Ну, то есть студенты плоско планируют собраться на яме, и это не было той самой реконструируемой яме на Хитровской площади, на Покровском бульваре. Вот, это не было санкционировано. Но, тем не менее, вопрос в любом случае встает в том, что политизация российского студенчества этим летом, московского, по меньшей мере, студенчества, оказалась достаточно неожиданной для всех сторон. Виктор, а вот вы, скажем, наблюдая за сменой поколений студентов, видели что-то подобное, что это какой-то новый тип людей? Или это... Это всегда тоже очень легко, что-то объяснить сменой поколений. То есть, хотя, в принципе, как бы поколенческое объяснение, оно работает, но я не думаю, что можно говорить... Все эти YZ-поколения Путина, люди, рожденные после 2000-го... Да, все очень любят играть в такие поколенческие истории. Я действительно обладаю как-то убедительностью интуитивной, особенно, когда речь идет о старшем поколении. Когда вдруг, неожиданно, наблюдая за изменением политической риторики, ты обнаруживаешь, что люди начинают использовать обороты в духе «Я дружил с диссидентами в 80-е, но тогда не хватило мужества выступить, и потому я сделал карьеру в 90-е, 2000-е надо добавить». И вот сейчас, когда терять уже нечего, я призываю своих студентов пойти на баррикады. Думаешь, не с теми диссидентами ты дружил, видимо, да? То есть, вообще, фраза «дружил с диссидентами» вдруг появляется в качестве такое оправдание. Это касается моих студентов, и да, конечно, у нас те же самые студенты, и огромная часть моих студентов на митинге. Огромная часть из них пойдет на несанкционированный митинг. Это право гражданина, это их личный выбор, это их экзистенциальные решения. И никто не имеет права его осуждать, но делать из этого далеко идущие выводы про то, что смотрите, какое политизированное у нас студенчество, было бы довольно странно. Я знаю, там огромное количество из своих студентов, кто одинаково увлеченно закапываются в тексты неокантианцев Баденской школы, и с таким же увлечением выходят на митинг. И в чем пытаться подвести их сейчас под один общий знаменатель, что они все такие политизированные и именно поэтому что-то, или они такие политизированные потому что, это в какой-то степени неуважение к ним и неуважение к их решению. Нет, но есть некая политическая реальность этого лета, когда происходят формы самоорганизации, формы коллективного действия, которые не происходили раньше. Происходили, они происходили раньше, о чем говорил Митя на примере внутренней солидаризации студентов в школе экономики. Они происходили еще раньше, когда мы, собственно, с 2012 года регулярно делаем исследования, чтобы показать, как меняются эти формы и механизмы повседневной солидаризации. Постоянно об этом писали, но просто сейчас они стали доступны вам в публичном поле, поскольку политическая реальность есть нечто, данное нам через социальные сети, как правило, когда там что-то артикулировано, мы сразу говорим, ну, смотрите, политическая реальность. Нет, политическая реальность была и до этого. Политическая реальность с 2012 года стучалась во все открытые и закрытые двери лишь до тех пор, пока не началось московское дело, начались фабрикации дел, начиная с дела Белунова, до тех пор, пока все это вдруг не хлынуло в публичное пространство, все старались эту политическую реальность не замечать. И ровно те же люди, которые сегодня бьют себя в грудь, и тем самым от всей части дискредитируют само понятие политического действия, то, о чем говорил Андрей Борисович сейчас. Политическое действие, оно не в Фейсбуке. Политическое действие — это реал политик, это действие, которое вы совершаете, зная, чем рискуете. Вот в данном случае Егор Жуков совершил политическое действие. Мои коллеги, которые прибегают на митинг, фотографируют толпу своих студентов, уходят написать пост в Фейсбуке об этом, не совершают политическое действие, хотя всех пытаются в этом убедить. Есть действия и слова. Далеко не всякое слово является политическим действием. Это возвращаясь к тому, что далеко не все есть политическое. И да, конечно, если кто-то сегодня является по-настоящему политическим субъектом, то это наши студенты, а не преподаватели, которые забрасывают друг другу грязью в социальных сетях, считают, что принимают участие в политической борьбе. Владимир Борисович, Париж 68-го года, в том числе и профессора Сорбоны на баррикадах. Что-то подобное возможно? Может ли вызреть в России подобные способы мобилизации? Но здесь же даже не обязательно Париж. Я помню, скажем, в Японии, как долго и токийские студенты блокировали вот это знаменитое строительство. Я помню, вспомнив, как, по-моему, в Нанте арестовали во время штурма университета Сартера и доложили Деголю. И Деголю сказал, что отпустите, говорит, Франция Вольтера в тюрьму не сажает. Я не знаю, вот в России будет сажать Вольтера в тюрьму? Да, мы все готовы. Мы не очень Вольтеры, но мы все готовы. И это будет уже политическое действие. То есть я, что касается Егора Жуку, хотел сказать, что это действительно умный и талантливый человек, который политик. Он политик, уже политик. Но это не значит, что он плохой студент. Прекрасный студент. И Хару отличный аналитик. Он со мной несколько раз беседовал именно по чисто научным вопросам, не политическим. В политическом, кстати говоря, помните, мы когда-то же и не беседовали. Хотя он выступал в нашей партии «Народные свободы» с докладом. Это прекрасный человек, который, конечно, возмутительно, абсолютно возмутительно, что он арестован по надуманным обвинениям, в надуманном контексте, несуществовавшего этого массового беспорядка. Я боюсь, что вот эта возмутительность, она возмущает студентов и даже преподавателей. И то, что преподаватели начинают, как вы, Виктор Семенович, сказали, друг другу забрасывать грязью, это, я думаю, объясняется тем, что они все хотят действовать, они хотят делать, но, с одной стороны, не умеют, с другой стороны, боятся. С третьей стороны, уже некоторые старые. И вот они активные, у них такая логомахия происходит. Вот. Но это нормально. Понимаете? Это, ну, некое... Ну, вот, как они умеют, так и действуют. Но это все говорит о том, что, конечно, происходит радикализация общественного сознания сейчас. Общественного сознания, в том числе и университетского. И здесь, мне кажется, надо до последнего сохранять одно. Ты можешь быть политиком из какой угодно степени радикализма, но ты должен, если ты ученый, оставаться ученым. Если ты студент, ты должен оставаться студентом в своих исследованиях, в своей студенческой работе. И вот это не нейтралитет. Это суверенитет. Суверенитет научного познания, суверенитет научного поиска, суверенитет, который предполагает то пространство взаимодействия студента и профессора, где они оба являются учеными. Это не означает, что, когда мы выходим за этого пространства, мы не занимаем политической позиции. Это не означает, что, когда мы выходим за этого пространства, мы совершаем разные действия разной степени опасности для нас и наших семей. Но пока мы находимся внутри этого суверенного пространства академического взаимодействия, «Лапы прочь». Вот и все, о чем, собственно, почему это про суверенитет, а не про нейтралитет. Почему тут неуместно само слово «нейтральность». Простите, что перевел. «Лапы прочь», понимаете, и в некоторых политических вещах. Понимаете, того же Егора нельзя было арестовывать. Это возмутительно с политической точки зрения. Да, несомненно. Да, но ученые констатируют то, что он прекрасный студент. И он, конечно, один из тех, кто, как ученый, должен продолжать свою деятельность, образование. И прекрасно, что при этом он ответственный молодой гражданин. Потому что он, как Вебер, и то, и то. И это и есть наша цель. В общем, сделать людей думающими, профессионалами в своей сфере научного или научно-прикладной деятельности. И, с другой стороны, сделать их ответственными гражданами в обществе. Потому что без одного нет второго, а первое без второго оно требует. Понимаете, я абсолютно согласен теоретически, но проблема в том, что силовики, принимающие решения, и подавляющее большинство населения, которые сейчас интерпретируют эти события, не делают этого развлечения. Что вот здесь вот Егор Жуков суверенный исследователь, а здесь он совершает гражданское действие. Вы сейчас использовали риторическую формулу, которая является универсальным оправданием для абсолютно всего, чего угодно. Потому что каждый раз, когда мы используем риторическую формулу, я все прекрасно понимаю, это замечательное развлечение. И да, я полностью под ним подписываюсь. Но в современных политических обстоятельствах, посмотрите, силовики не будут разбираться. Ведь будут по морде, а не по паспорту. Посмотрите, огромная часть населения не будет разбираться. Но вот это оправдание, которое по факту говорит следующее... Ну почему же это не оправдание, это проблематизация. Это не проблематизация. Я не оправдываю силовиков здесь. Это что проблематизация в данном случае, это если вы задаете вопрос, а действительно ли это так? Да, а в какой степени, на основе чего может быть вообще сделано такое высказывание, что в современных политических обстоятельствах, конечно же, когда силовики не будут проводить различия, почему его должны проводить мы? Ну, например, чтобы чем-то отличаться от силовиков. Ну, например, для того, чтобы не уподавляться подавляющему большинству населения. Поэтому мы проводим эти развлечения. И поэтому мы их защищаем, и поэтому мы их отстаиваем. Потому что стараться не уподобляться, это иногда тоже политическое действие. Поэтому, конечно, да, надо проводить эти развлечения, и надо защищать и то, и другое. В противном случае вы ничем не отличаетесь от тех людей, которые находятся от вас по другую сторону баррикады. Ну, я думаю, что есть способ провести это развлечение, это способ все-таки в каком-то политическом действии продолжаются протестные акции, в том числе и в том, чтобы остановить совершенно возмутительное московское дело по фабрикованным массовым протестам, по задержанию, аресту студентов московских вузов. Так что мне кажется, что здесь общество российское нащупывает некую новую норму. Потому что это нормальность, когда студенты университетов и преподаватели университетов заявляют о своей гражданской позиции, заявляют об университетской автономии, о суверенитете научного здания и о том, что университет должен быть свободен от политического давления. Спасибо за участие в этой дискуссии. Виктор Вахштайн, Андрей Зубов, меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами на телеканале «Настоящее время» и в эфире «Радио Свобода». Субтитры создавал DimaTorzok